Спонсорами настоящей программы являются друзья и партнёры Kingdom Connection. Сегодня я хочу проповедовать на тему отсутствия почитания. И если бы я выбрал другое название проповеди, то назвал бы её так. «Господи, дай мне Дух Чести», потому что Дух Чести много значит. Если у вас нет Духа Чести или уважения, то это окажет большое влияние на вашу жизнь. Сейчас я хочу, чтобы вы послушали меня. Любой человек в вашей жизни, который проявляет неуважение, может в значительной мере повлиять и на вас. Дух Чести – это одна из величайших черт, которой вы можете обладать. Именно Дух Чести ищет Бог в человеке, которого хочет вознести и совершить что-то великое в его жизни, если у вас есть Дух Почитания, конечно. Знаете, я верю, что мы живём в то время, когда стало популярно проявлять грубость и непочтительные отношения. Мы относимся к тому поколению, кто редко проявляет должную честь. Это можно сказать даже о современных комиках. Они зарабатывают себе на жизнь не юмором и смешными шутками, а грязными словечками, поливая грязью всех и каждого. Возникает ощущение, что мы все оказались под влиянием непочтительного поведения. И даже молодые люди, большинство из них сегодня не понимают такое понятие, как честь. Большинство людей моего поколения в детстве могли получить хороший подзатыльник, если бы попробовали закатить глаза от недовольства перед родителями. Ещё недалеко то время, когда что-то либо вас попросили сделать, и вы делали это, но выполняли просьбу свой стиснутые зубы, вы могли остаться совсем без зубов, потому что вы не проявили должного уважения к человеку, который попросил вас об этом. И позже в жизни, когда у людей нет этого чувства уважения, речь уже идёт не просто о том, чтобы что-то сделать. Речь идёт о духе почитания. Вы искренне уважаете людей, вы искренне уважаете их от всего своего сердца. У вас есть этот дух, а если у людей есть этот дух, они высоко поднимаются в жизни. Если ваш начальник просит вас сделать что-то, и вы выполняете просьбу с соответствующим недовольством, не ждите, что Господь благословит вас. Всё дело в том, как вы это сделали. Мы говорим, да, я сделал это, но как вы это сделали? Вот почему я говорю о духе почитания. Вы всё можете делать правильно, но всё же иметь неуважительное отношение. Иисус сказал, я в своём родном городе среди всех своих людей, но меня никто не принимает с почтением, и это унижает мою силу. Когда вы не уважаете кого-то, кого-либо, вы забираете талант и силу, которыми Бог наградил этих людей, и это настоящее открытие. Именно поэтому нужно быть осторожным и высказываясь о проповедниках, потому что однажды вам может потребоваться их помазание для спасения в вашей жизни. И это не корыстная проповедь в моих интересах. Здесь речь идёт о духе уважения. Вы сильно уважаете меня, больше, чем я этого достоин, но я говорю о духе уважения в том смысле, если у вас нет отношения к почитанию, и если помазанник войдёт сюда, всё, то помазание, которое в нём есть, не будет работать. Мы видим на примере, как Иисус учил Писании. Он был в своём родном городе, но не мог совершать чудо, потому что никто его не уважал в его городе. В некоторых случаях не стоит винить плохое церковное пение или плохую проповедь. Это наше испорченное отношение плохое. Это не плохое помазание. Это наше плохое отношение. Другими словами, я хотел бы, чтобы мы развивали в себе культуру уважения и почитания сильнее, чем когда бы то ни было, когда мы встречаем людей, и если мы их не почтим, мы не получим награду. В послании к римлянам, глава 13, говорится, «Отдайте всякое должное. Кому честь, отдавайте честь». «Ибо нет власти ни от Бога». Это не означает, что Бог наделил каждого властью. Это означает, что дано, то дано, потому что Бог это позволяет, и мы должны почтительно относиться к этому. Уважение никак не связано с тем, что люди делают то, то и не то. Уважение связано с моими стандартами. При каждом действующем президенте я с чем-то соглашался, с чем-то нет. Но я не могу смириться с тем, кто не уважает моего президента, и мне не важно, кто этот человек. Это именно так и есть. Это сказывается на вашей жизни, ваших детях. «Если у вас непочтительные отношения, то и у ваших детей будет непочтительные отношения. Если у вас будет дух уважения, то и у ваших детей будет дух почитания и уважения». Оно оказывает влияние на вашу жизнь. «Не важно, как кто-либо действует, я сейчас не собираюсь переходить к вопросу бесчестия». Иисус сказал, что «если вы не уважаете кого-то, вы не получите то, что есть внутри у них». И второе, что я хотел бы, чтобы вы поняли, я не буду подробно на этом останавливаться, но в книге «Чисел», по-моему, об этом говорится в 24 главе. Мы знаем историю Моисея. У Моисея была сестра и брат. Действительно, это была удивительная семья, потому что в ней был Моисей, Аарон, первосвященник и Мариам, великая женщина, руководитель среди израильтян. И все они были детьми одного отца и одной матери. И это поразительно. А Моисей был человеком от Бога, «И Бог вознес его». В Библии книги «Числа» рассказывается о чем-то удивительном. Там говорится, как Мариам, сестра Моисея, перестала уважать своего брата. Ее расстроило то, что он женился на эфиопской девушке, и ей эта девушка не понравилась. Ей не нравилось в этой девушке исключительно все. И вот сестра начала неуважительно относиться к своему брату Моисею. Затем и Аарон. Другой брат подхватил это непочтительное уважение. Но потом произошло нечто странное. Так говорит Библия. Библия говорит об этом в книге «Числа». Господь услышал их. Одному ли Моисею говорил Господь? Не говорил ли он и нам? И услышал себя Господь? Именно этот момент и привлек мое внимание. Когда мы начинаем открыто показывать свое неуважение, Господь слышит это. Господь видит это. Господь лишает нас своего духа. Когда мы не уважаем своего мужа, жену, не уважаем Господа, не уважаем лидеров нашей страны, когда мы, в принципе, проявляем неуважение, и когда у нас нет духа чести, молодые люди, послушайте меня, это очень важно для получения успеха в вашей жизни. Сохраняйте добрый дух. Уходите от неуважения в любом его проявлении, потому что это не только люди слышат, но и Господь тоже слышит. Жду вас у Ковчега Завета. Мне это нравится, Господь сказал. Жду вас у Ковчега Завета. Мне нравится это. Господь сказал. Жду вас у Ковчега Завета. И в следующей строчке говорится. И встретил Он их у входа в Ковчег. У входа в Ковчег. Господь спустился и ждал у входа в Ковчег. Мне нравится, потому что к Ковчегу пришло два отношения людей. Одни с закатанными глазами и стихнутые зубы. Нам не нравится Моисей. Они и Господь, и весь Ветхий Завет находятся за завесой, где находятся Ковчега Завета. Но Господь слышит, как они бесчестят Моисея. И Господь говорит. Я выхожу наружу. Я встречусь с этим непочтительным народом у самого входа. Потому что Бог не терпит дух бесчестия. Возможно, это напоминает ему о том, что сделал Люцифер, когда показал свое неуважение и попытался завладеть одной трети ангелов на небесах. И Бог сказал. Я не собираюсь больше мириться с этим, с этими людьми, с этим непочитанием. Затем Бог остранил их и сказал. Я хочу вам задать вопрос. Кто вы такие есть? Вы вообще это осознаете? С вами говорит Бог. И я немного перефразирую, что Он сказал. Он сказал. Обычно я говорю с людьми в их снах. Обычно я даю людям видение. Иногда я посылаю провидцев. Но что касается Моисея, вы понимаете, что я с ним действительно разговариваю. Вот что сказал Бог. Разговариваю как с другом. Он есть мой друг, с которым я разговариваю. А вы обращаетесь к ним как неуважительно. Вы показываете ему свое неуважение таким образом. Именно поэтому я сейчас стою здесь у входа. У вас есть проблемы с его женой, с тем, что он делает. Вы за это заплатите. Бог добивается своего и насылает на Мариам то, что в Библии зовется проказой. Теперь жена Моисея была эфиопкой. Это значит, что она была чернокожей женщиной, а для Мариам это была проблема. Раз так, Бог превратил ее в белое, по-настоящему белое лицо, в пепельное, бледное. Она стала прокаженной. А раз она стала прокаженной, ее выгнали из Тана. Моисей, будучи самым кротким и скромным человеком, который когда-либо жил, был так тронут тем, что его сестра была прокаженной, стала теперь, что он побежал к Господу и просил о ней, «Боже, ты не можешь так поступить, ведь это моя сестра». И Бог сказал следующее слово. Если бы она говорила о своем отце так, как о тебе, он плюнул бы ей в лицо. И ее бы выгнали из Тана на семь дней, поэтому пусть она остается прокаженной семь дней. Проказы всегда будут сопровождаться одиночеством, потому если ты прокаженный, то вам не придется просить людей оставить вас одного. Мораль этого урока такова, что если в людях есть дух бесчестия и неуважения, то с ними нужно обращаться, как с прокаженными. Если кто-то из вашего окружения бесчестит, не уважает, низко и грязно отказывается влиятельных людях, покрывает грязью каждого проповедника и каждого человека, то, как говорит Библия, вы должны вести себя с ними, словно они прокаженные, потому что их поведение заразно. Неуважительный бесчестный дух очень заразен. И для вас тоже. Я хочу быстро рассказать вам еще одну короткую историю. Вы делаете для себя какие-то выводы? Да, это прекрасно. В Бытие глава 9 это очень забавно, но я не видел ничего подобного раньше, однако это правда. Мной заперся в коктеге со своей семьей на 40 дней 40 ночей. А затем 150 дней плавал по воде после потопа. Вы можете представить себя запертыми со своей семьей на 190 дней? С этими сумасшедшими детьми? Многие из вас об этом знают. А вы знаете, что сделал Ной? Как только он вышел из ковчега, он напился. Он был очень пьян. Все твердят, что это неправильно, а он снял свою одежду и лег совершенно наг. Его сын Хам подходит его шатру. Раз есть шатер, это уже значит, что Ной был не на публике, потому что там для него не было публики. Он был шатре. И вот его сын видит своего отца пьяным и нагим. Он выходит из шатра и начинает все рассказывать. Угадайте, что я видел? Что я видел? Давайте я расскажу вам, что я видел. Его братья услышали, что говорил Хам. И его братья возвращаются, и сейчас обратите внимание на дух чести. Неправильно ли он поступал? Совершенно. Но дух чести и уважения к отцу был у других двух братьев. И я хочу показать вам, почему это настолько важно, почему это оказывает влияние на целое поколение. Один сын входит и смотрит, он видит повсюду вино, он видит своего наглого отца, и он выбегает и рассказывает всем об этом. Но другие сыновья, они врываются в шатер, они видят это, и в Библии говорится, они отвернулись от своего отца и вошли в шатер задом, даже не глядя на отца своего в его постыдном состоянии, проявляя таким образом свое почтение. Затем они взяли покрывало и накрыли его, накрыли своего отца, и это тоже действие чести. Это наш папа, это наш отец. Да, он сейчас в плохом состоянии, но он наш отец. Он не идеален, но он наш отец. Почитай твоего отца и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле. Вы видите разницу между духом чести и бесчестия. Я хочу, чтобы вы поняли именно это, то, что не понял Хам, то, чего не осознал брат Хам, когда он бесчестил своего отца. Его отец воспринял это как благословение, которое повлияет на весь мир. Вы знаете, что мир был на грани нового заселения, и Ной получил особое благословение, а если и его сыновья получали это благословение, то изменился бы весь мир. И когда пришло время, когда Ной вернулся уже трезвый и услышал, что произошло, когда он услышал, как двое из его сыновей почтительно отнеслись к нему, а один сын обесчестил его, он сказал двум своим сыновьям, «Вы будете благословлены, вы будете плодиться и размножаться». И это были слова благословения. Ной пророчествует, что они будут основателями семитов. Вы сделаете то и то, вы должны прочитать это. И он благословил, а затем он сказал Еофету, своему другому сыну, что станет он великим. Согласно ученым, Ной пророчествовал, что будет он владеть европейскими племенами, и будут они распространяться, и Еофет будет благословен, он будет процветать. Затем он подошел к своему сыну Хаму. Я слышал, как говорил, что Хам был проклят. Библия об этом не говорит. Библия говорит, что Ной сказал, «Будь проклят сыном твоим Ханааном». У Хама был сын, и Бог не проклял Хама. Он сказал, «Проклят ты, Хам, сыном твоим». Потому что то, что ты сделал в акте бесчестия, скажется на остальных поколениях. Поэтому, если я уважаю Бога, в этом и заключается поклонение Богу, то я Его действительно уважаю. Поэтому мы поднимаем наши руки, поэтому мы хлопаем, поэтому мы отдаем нашу честь Господу, отдаем нашу небольшую часть себя. Мы чтим Господа, и если я чту Господа, это скажется на моих детях, у которых будет дух чести. Но если я не уважаю Господа, живу бесчестью Его, то на моих детях будет дух бесчестия. Вы послушаете мою проповедь еще несколько минут. Несколько раз в Библии говорилось, что мы должны почитать. И я хочу рассказать про эти моменты из Библии. Итак, Библия, во-первых, говорит, что мы должны почитать Господа, Евангелие от Иоанна, 5, 23, «дабы все чтили сына, как чтут отца». Кто не чтит сына, тот не чтит отца, пославшего его. К евреям, глава 2. Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен перед ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Прямо сейчас, я думаю, что первое, кого мы должны чтить каждый день, Господь Иисус Христос. Я знаю, что мы воздали хвалу и почти уже закончили наше служение сегодня, но все же давайте остановимся на минуту и подумаем, останавливался ли я в течение целого дня, чтобы отдать дань уважения тому, кто этого заслуживает, восхваляя и превозносил эту личность. Вы можете поднять руки и почтить Иисуса прямо сейчас, аллилуйя, аллилуйя. Почтение нужно проявлять сначала. Это отношение уже потом, это действие. Почтение нужно проявлять. И это акт почтения, когда мы поднимаем наши руки и открываем уста, чтобы произнести молитву и сказать слова поклонения. Мы почитаем тебя, Иисус, тот, кто ты умер за нас. Иисус, сегодня я был занят. Думал ли я о тебе? Иисус, сегодня я работал. Связывался ли я с тобой сегодня? Иисус, сегодня я уезжал на Гаити, уезжал туда-сюда. Нет, я рожден для того, чтобы прославлять тебя. И я хочу отдать почтение. Иисус, аллилуйя тебе. Первая книга Церкви, 2.30, это удивительное писание. Я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены, говорит Бог. Я прославлю прославляющих меня, я прославлю прославляющих меня. То есть мы должны почитать не только Бога, но мы должны почитать пожилых и престарелых. Книга пророка Исаии 9.14 говорит, что пожилые люди во главе, и они почитаемые люди. Старость – это честь, не правда ли? Не должно быть так, что старость – это плохо. Старость должна почитаться. А Библия учит, что мы должны почитать пожилых и оказывать им наше глубокое уважение. В Писании говорится, «Венец славы – седина». Говорят, мертвые не чувствуют запах роз. Так почитайте людей, пока они живы. Дарите цветы живым людям. Обнимите вашу мать, позвоните ей сегодня, поговорите, пока она еще жива. Сделайте хоть что-то, пока они живы, вашим родителям. Почитайте родителей, пока они живы. И, наконец, мы должны чтить человека, который рядом с нами. Первое соборное послание святого апостола Петра 3,7. Мужья должны почитать жен своих. Каждый муж должен посмотреть на свою жену и сказать, «Я должен почитать тебя, иначе я совершу грех». Бог услышит, если я не буду почитать тебя. Бог встретит меня у двери ковчега, если я не буду почитать тебя. Мужья должны почитать вы своих жен. В первом сборном послании святого апостола Петра 3,7 сказано, «Обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь». Бог никогда не встречал мою жену. Она не немощнейший сосуд. Как с немощнейшим сосудом? Я не совсем улавливаю эту часть. Но в любом случае, как сонаследницам благодатной жизни, знаете, поощрение, вот способ сказать, что мы чтим наших жен. «Ты хорошо выглядишь. Я люблю тебя». Если вы не будете почитать свою жену, как сразу стало тихо, правда? Если вы не будете почитать свою жену, вы совершаете грех. Вы почитаете их через слова, идущие от вас и через ваши поступки. Погласите их на обед. Сделайте им подарок. Возьмите в поездку. Купите цветы. Начните с одной розы, если вы не можете сделать больше. Но сделайте что-нибудь. Купите открытку красивую, фирмы, так двое и другое. Просто так, без всякой причины. Почитайте свою жену. И еще мы должны чтить правителей. Знаете, очень легко всех критиковать. Почему у нас нет духа чести? Я размышлял о Сидрахе, Мессахе и Авдинаге, когда их бросали в огненную печь по велению грозного царя. И знаете, что они сделали? Они говорили с большим уважением и обращались к нему. О, царь! Они не говорили. Ты бросил нас сюда. Ты пожалеешь. Да, мы выкинем тебя с трона, когда выберемся отсюда. Прочтите это. Они показали свое большое уважение. Это все серьезно. Мы христиане. Мы не должны вести себя так, как ведет себя весь этот мир. Нам нужно показывать почтение, показывать почтение. Я скажу, что говорится в Библии в первом послании к Тимофею 5.17. Если вы смотрите меня по интернету, сейчас церковь может это сказать. Моя церковь почтила меня, как пастора этой церкви. Но как с нами обращаются, это просто невероятно. Но я хочу обратиться и к тем, кто посещает другую церковь или тем, кто смотрит нас по интернету. У меня разбивается сердце, когда я вижу, что прихожане обращаются со своим пасторем нехорошо. Словно, как будто в их жизни он ничего не значит. Смотрите, что написано. Достойно начальствующим просветерам должно оказывать сугубую честь, говорится в Писании. Если они правят хорошо, то они достойны особого уважения. Показывайте это почтение и свое уважительное отношение, и Бог благословит вас, и Бог будет почитать вас за то, что вы почитаете Его. Итак, почитайте ваших пасторов. Я пришел за своей командой из церкви Мэйс Рокки Маунт, это в Северной Каролине. В целом это было поразительно. Я студент колледжа, я посещаю университет в Западной Джорджии. И до этого, как я ушел из колледжа, меня очень сильно притягивали, слава Бога. Я посещал свою церковь, но в течение первого года учебы в университете со мной что-то произошло. Я стал не таким восприимчивым и перестал ходить в церковь, начал курить, выпивать. И в колледже я даже потерял свою невинность. Когда заговорил пастор Джентезен, это действительно по-настоящему тронуло мое сердце. Я прошу Бога поговорить со мной. И Бог сказал, что Он говорит со мной. Просто я не прислушивался. И после этого я вернулся домой, и мне стало спокойно. У меня появилась необходимость что-то сделать. Я чувствовал себя полностью самореализованным. Спасибо пастору Джентезен.